здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте вчера я выразила свое соболезнование по отношению к тому что произошло произошла страшная трагедия по отношению к людям которые живут в кемеровской области в кемерово как ко всем семьям пострадавшим я на меня обрушился поток грязи но с ней я сейчас разберусь дальше значит что еще хотела сказать я отвечу на вопросы которые по этому поводу были заданы мне удивительно я до сих пор себя прийти не могу что движет с людьми и что происходит с людьми я вам говорю выбросите телевизор пока не поздно иначе мне кажется что уже наверное и поздно наверное уже и поздно вроде мягкие нежные хорошие но приходит какой-то момент где такую фразу пишут что вот хоть стой хоть падай ладно тролли тролли я даже их не читаю потому что у меня есть редактор который работает постоянно каждый день он и ход просто удаляет уничтожает все их просто даже не вижу а и слава богу слава богу есть вроде как потом пропускает некоторые письма он смотрит вроде ласковые все они видят подвох а это этих людей вижу и я сейчас вам покажу это вы увидите тоже ты таких таких много вот теперь кто присоединился к соболезнованиям большое спасибо потому что это надо делать это надо выражать обязательно нужно сочувствовать нужно молиться за тех которые страдают чтоб они понимаете не зашли не сошли с ума чтобы они не отказались от бога чтоб они знали что это не все вообще эта земля это не все и чтобы они не опускали руки тоже потому что нельзя смотреть на все на это через пелену какую-то вот я не смотрю допустим новости и мне неизвестно что где но вот это в 25 числа произошло мне девочка одна удивительное создание есть на интернете я не буду говорить ее имя удивительнейшее создание она мне прислала вот это рассказала про это и сказала трубите вовсю я вас очень прошу не оставьте нас она оттуда из россии они оставьте нас не бросайте нас трубите во все если можно кстати очень такая правильная девочка у нее есть несколько минусов но это уже не мое дело это другие год что вы осуждаете да вы что да вы что вы серьезно думаете что когда говорят о том что здание построено неправильно не было оповещание о пожаре система оповещания не работала запертые двери люди сгорели заживо на третьем четвертом этаже детские комнаты построены для развлечений для дней рождения для свечек для тортиков и так далее вы серьезно думаете что надо молчать что когда сдавали это здание были сто процентов нагретой руки что это констатация тупости и воровства это не осуждение это потрясение это нужно брать и вот так трясти нужно говорить во все во все услышание везде где только можно пишет мне посмотрите пожалуйста под видео я специально не убрала это этот комментарий видео будет внизу и под видео вы увидите китайские иероглифы и без фотографии аватарка и дальше будет все как бы по-доброму по хорошему я живу за границей тра-та-та все и дальше что они с мужем сильно у них болит душа переживают а дальше такая будет фраза самом ну почти в конце что сейчас судить и винить кого-то и тем более у нас нет такого права вы серьезно даже не знаю как вас зовут вне имени ни фамилий ни страны и у вас нет ничего просто я обычно знаю что это люди которые проплаченные это люди которые у них есть фабрики целые это люди фабрика тролли называются вот они оттуда заходят на какие-нибудь каналы где больше ста тысяч подписчиков и начинает троллить ну обычно мой сын он их видит очень сразу есть тролли просто такие знаете недалекие в них имбецелообразные люди тролли их сразу он видит и сразу жик-жик-жик-жик удаляет я их не вижу а вот иногда вот такое вот послушаешь и он видимо читал 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 а длинные же комментарии и вот эту строчку хотя я его учу тонко читать понимать вот что сейчас судить и винить послушайте неужели вы всерьез думаете что вы можете кого-то судить там где вы живете неужели вы думаете что вы можете там обвинить кого-то да обвинят быстрее вас вот такой как я которая соболезнуют которая переживает которая за них молится обвинять их же родители обвинять скажут пошли туда смотри какие плательщики налогов решили пойти прогуляться решили воскресенье посвятить дню рождения там или еще чему-то неужели вы думаете что вы можете судить судить судьи могут правильно но они не судят не в этом плане судить не в этом плане судить не превращайте библию непонятно что не судить это когда знаете что дорогая моя редакция когда выходят вытаскивают христиан и перерезают им горло вот это судить understand вот в этом случае надо не судите да не судим и будете они когда убивают в ваших детей ваших жен убивают заживо сжигают вашу молодежь да убили да сожгли и в сторону и пусть и как и молчок 25 число 25 число это было девочка прислала мне одно совершенно изумительное создание прислала мне эту ссылочку она ведет в фейсбуке мощную такую у нее мощный блог и вообще она молодец она трубит во все ничего не боится девочка молодец только у нее один есть небольшой такой недостаток но я не обговорить не буду я и лично написала вот и вы знаете это скажем так божий человечек она мне написала и попросту попросила она меня обязательно обязательно скажите хоть пару слов слов потому что я написала свое сочувствие по поводу мы переписываемся по поводу того что случилось в россии она говорит вы можете это озвучить и у вас столько людей я говорю конечно я могу это озвучить конечно я хочу это озвучить и я буду это а именно ту фразу рассказала где 25 числа это случилось 25 она мне прислала 25 молчок тишина она год я думала 26 что-то скажет а сми рассказывают байки но я не смотрю телевизор не знаю что там они рассказывают но я уверена что они обсасывают какой-нибудь нашу тему там может быть ирийскую тему может все что угодно все плохие вокруг только мы хорошие убивая своих собственных детей свою собственную уничтожая своих собственных людей а свои собственные мы все у бога одни чтоб вы знали и мы все свои собственные третье уже двадцать седьмое число ну и тут конечно надо делать ведь и четвертое когда она эта девочка отправила вот такие прошения всем блогерам у которых есть сердце еще раз повторяю у которых есть сердце и когда стали трубить это на весь мир и когда уже знают все вокруг страны окружающие то тогда обратили внимание и теперь благодаря тому что трубит весь мир хотели умолчать хотели пытались просто не дали теперь будет объявлен завтра травм слава богу хоть как-то выразить людям 25 пляски радости 26 пляски радости 27 и вот только 20 это потому что в этом центре оказывается погибли и родственники там губернатора и все это первое еще дальше продолжаю на вашу фразу что сейчас судить и винить кого-то и тем более у нас нет такого права у вас действительно нет такого права судить как и у меня нет и мы не можем судить у нас мы не можем судить мы не можем но мы обязаны говорить констатировать факты потому что это факт глобальнейшего воровства коррупция под названием центр такой центр дальше далеко ходить не надо не так давно был скандал я не знаю когда хромая лошадь меня тоже поразило 150 человек заживо сгорели опять почему опять все сдано вот так вот халатно везде везде отсчитали бабло на все руки моют руки греют дальше поехали дальше что транвальт парк где там крыша рухнула как называется этот парк крыша рухнула на людей тысячи чем-то человек было дальше далеко ходить не надо два дня назад я видео делала газом отравили волоколамске под москвой детей своих как молчать вы вы в своем уме вы кто вы вы тролль вы кто у вас ни имени ни фамилии нет ни страны ничего нет вы все скрываете все с вам есть что скрывать видео бессовестны бессовестны как как вы можете тогда когда надо кричать когда надо всех поднимать всех людей бывшего советского союза чтобы такого не было впредь такого не было что чтобы знали что блогеры будут говорить об этом что об этом будут говорить весь мир, чтобы когда сдавали какой-то объект, контролировали всё конкретно, чтобы эти пожарные службы не за взятками ходили, а контролировали объект, всё ли там правильно. Вы представляете, система оповещания не оповестила о пожаре. Вы представляете, когда в кинотеатре всё это закрыто, заперто, и люди заперты, и в темноте, и им даже свет не включили. Вы себе представляете? Спасайтесь, как хотите, на ощупь. Вы себе можете представить? А на третьем, четвёртом этаже детей туда закинуть. Это планирование этого центра, построение планирования центра на четвёртый этаж детей, там день рождения, празднуйте. Пусть у вас там свечки горят, пусть там у вас. Это тупость, раз. Это коррупция, два. Я, как никто другой, должна об этом говорить, потому что это восьмая заповедь. Воровство, тотальное. Это восьмая заповедь. Такие вопросы надо поднимать по всему бывшему Союзу. И никто не исключение, ни одна республика наша. Мы все ещё инвалиды, мы все ещё инвалиды Советского Союза. Вот по одной такой фразе, ещё раз я её зачитываю. Что сейчас судить и винить кого-то? И тем более у нас нет такого права. Я её прочитаю ещё много раз и не уберу. У меня останется это. Мало того, устроили шоу во время поста. Шоу. Второе. Вот это вот восьмая заповедь на каждом шагу, на каждом шагу, в огромных количествах. Посмотрите восьмую заповедь. И не воруйте. Вся Библия про коррупцию, про то, когда дают эти дары, коррупция именно, просто пропитана. Давайте я вам прочитаю, чтобы вы знали. Если Библия об этом кричит, то мы тем более должны. Я подражаю Библии, чтобы вы знали. Я не подражаю ни вам, ни какой-то другой книжке, ни кому-то ещё. Я подражаю Библии и хочу вам прочитать. Вот если бы этого не делали, всё было бы нормально. Исход, глава 23, стих 8. Что Господь нам говорит? Господь говорит, даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых, превращают, понимаете? То есть превратно всё делают, а зрячих в слепых превращают. Вы это хотите? Вы хотите закрыть глаза, замолчать? Ничего, ничего. Хромая лошадь, 150 человек сгорела? Ничего. Трансфальт-парк, крыша накрыла тысяча чем-то человек. Ничего. Булгари, ничего. Газом отравили Волоколамский. Ничего. Здесь рассказывали сказки про десятки, оказывается, уже не десятки, а больше смертей. Ничего. Я вам отвечаю дальше. И многим таким, как вы, которых удалил мой сын, и письма, чьи я на помойку отправила. Корзина, знаете, называется помойка. Итак, второзаконие, откройте главу 10, стих 7. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык. Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берёт даров. Бог не берёт даров. У Бога вам выкупиться не получится. Вы не искупитесь это никак. Никак. Второзаконие 16, глава стих 19. Не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело в правых. Превращают, это превратность делают, значит. Второзаконие 27, стих 25. Проклят, кто берёт подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. И весь народ скажет «Аминь». Значит, что должен сказать весь народ сейчас? Что проклят, кто берёт подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. Пролита душа, забрата душа, да. Пролита кровь, да. Взят был подкуп на то, чтобы вот так вот тяп-ляп на авось. Авось прокатит, тяп-ляп сделаем. Тяп-ляп. У нас весь бывший Советский Союз тяп-ляп. Это ж мы воспитанники бывшего Советского Союза. Это ж не 16-летние подростки строили. Это строили именно люди, которым 40 лет, 45, 50. Понимаете? Это ж принимали эти построения вот те. Руководители строительных компаний. Это не пацаны 16-летние. Руководители строительных компаний в такой большой стране. Возвращусь. 25 число. Тишь, молчок. Хотели всё замять. Тут мне пишут. 28-го у нас будет траур. Что вы говорите? Я говорю, уже прошло время, когда я говорю. Я вообще даже не смотрела видео. Мне если бы та девушка не прислала ссылочку, я бы и не знала вообще, что у вас. Понимаете? 27-е число, я говорю. Я сказала, это 27-го. А это было 25-го. Это ж хотели всё замять. Хотели всё замять, а замять не удалось. Дети же погибли. Мало того, погибли простых людей. Простых, может быть, ещё и замяли. Никто не интересуется. А там же ж погибли люди, больших людей. Даже губернатора. Родственники погибли. Понимаете? И оно ж пошло. Люди не выдержали. Вышли. Ага. Значит, когда ваших детей убивают под крышей, вы выходите. Да? А когда наших детей здесь убивали на площади, и вышли их родители, и всё, это плохо, это это, это что? Вы с ума сходили? Там вы что, с ума сходили? Я специально тогда молчала, потому что, думаю, не буду, не буду. Никогда. Вот это не судите, потому что оно возвращается. Вот это судить нельзя. А когда соболезнование, нужно по всему, по всему, по всему, всем соболезновать, когда происходят такие вещи. Нужно соболезновать. Нужно сочувствовать, понимаете? А не злорадствовать и на этом не рассказывать сказки. Кто там скачет, там тоже дети погибли. Понимаете? Я помню, всё помню. И вы знаете, мне очень... Вот я посмотрела, очень много наших украинских блогеров отозвалось и сочувственно, с искренней сочувственностью соболезновало тем, кто в Кемерово погиб. Там очень много наших семей, на самом деле. Очень много там. Туда отправляли целыми семьями западной Украины людей. И там у нас очень много. Даже по фамилиям вы можете определить, сколько там наших людей. Этнических украинцев очень много. Они уже родились, они уже выросли. В России там, когда-то оказались их бабушки, дедушки там. И тоже многие из них также были погибли. Мы все сопереживаем. За всех абсолютно. Потому что дети есть дети. Пожалуйста, прекратите писать мне вот эту вот фразу свою, забранную, не судить. Я вообще никого не сужу и не собираюсь судить. Я не судья вам, понимаете? Я не беру, не ставлю на колени, не режу глотки, понимаете? Я не сужу. Судят те, кто вот такие вещи делает. Судят те, кто производит теракты. Судят... В общем, есть кому судить, понимаете? Мы не судим. Мы просто берем вот так вот, вот я в данный момент, и пытаясь вот так встряхнуть. Да вы что? Да вы что? Не судите. Не нагнетайте. Не говорите. Как это так? Пусть все умолкнет. Скорее все замолчите. Да государство обязано, обязано, еще раз повторяю, обязано нести функцию, первое, защиты человека, который проживает на данной территории. Понимаете? Гражданина этой территории, который платит налоги и все, что положено. И уж, по крайней мере, пожарные службы должны были проверять там постоянно состояние, раз там такое количество людей. Это постоянно нужно держать на контроле. Тут тебе гости приезжают, я не знаю, в гости на летнюю резиденцию. Тут уже смотришь, чтобы там газбаллон стоял где-нибудь подальше, чтобы то, 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 чтобы противопожарная безпека, все-все-все, чтобы у тебя было в порядочке, противопожарная безопасность. А тут огромнейший центр. И это уже не первый случай, это же подряд вот идет, я же вам рассказала. Следующий вопрос. Там мне кто-то написал, вы же говорили, Тулеев, хорош. Слушайте, прекрасный губернатор по сравнению с другими, прекрасный. Но он не был руководителем строительства, он не имел отношения вообще никакого к этому центру, построенному, тяпляп. А вот руководители вот этой фирмы строительной всей, вот этой, это именно руководители этой всей строительной фирмы, руководители того центра, который не в неналежном по-украински, в ненадлежащем состоянии держали вот этот вот центр, где не было ни системы оповещания в нормальном состоянии, где не было ни дверей запасных, которые должны были всегда быть открыты, когда столько людей, где не было, я не знаю, ну какое-то оборудование хотя бы. Вы что, это же 21 век, 21 век, посмотрите хотя бы какие-то фильмы иностранные, американские, где там человек начнет курить, и тут же, знаете, у них такие штучки, и сразу начинает система разбрызгивания воды. Вы же в 21 веке живете. Я это говорю не только вам, я это говорю всем нам, жителям бывшего Советского Союза. Я говорю всем нам, что мы в 21 веке прекратите играть в казаков-разбойников, прекратите заниматься ерундой, откидывать себя на 100 лет назад, рассказывать сказки про царя Гороха, я не знаю, вот этот все время 41-45 ему солить. Слушайте, засучите рукава, начните жить в 21 веке, прекратите брать взятки, поймите уже, что Господь Бог существует, и что за все в жизни приходится платить. Платить мощно, если вы в таком непокаянии живете. И да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Бога, у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства. Это второе, параллельбоменон, глава 19, стих 17. А если вы хотите чем-то жертвовать, приносите жертву праведности, уповайте нам Бога. Псалом 4, стих 6. Вывод такой, пока не обратятся все к духовному, все, абсолютно все, пока не покаяться, я не знаю, всеобщее покаяние не начнется, начиная от самых высших, от головы, потому что рыба гниет всегда с головы. Кто бы что ни говорил, рыба гниет всегда с головы. И до самого последнего хвостика, пока не выходите без Псалом 90, читайте, не выходите без него. Не благословив ребенка, не выходите. Не обратившись к Богу, не выходите из дома. Не помолившись утром, не выходите из дома. Не посоветовавшись с Отцом Небесным своим, не выходите из дома. Потому что бесовщина, она просто разгуливает и вальяжно себя чувствует на территории бывшего Советского Союза. Даже тут, понимаете, на моем неполитическом канале бесы пишут, вот надо было голосовать там за кого-то. Послушайте, вы уже молчите, у вас голосуй, не голосуй, все будет один рататуй. Поэтому давайте мы не будем по поводу голосования вообще ничего говорить. Потому что у меня неполитический канал. Но встряхнуть и напомнить заповедь восьмую я обязана была. Будьте благословенны вы, вот вам мой ответ. Всем и троллям, и вот таким вот ласковым, нежным, добрым, со своими строчками вот этими вот напомню еще раз. Кому интересно, посмотрите, внизу сделаю ссылочку на это видео, которое начинается. Я живу за границей, постоянно интересуюсь о России. И дальше смотрите, что написано. Что сейчас? Это с конца третья строчка, четвертая вверх. Там вы в конце, в общем, уже увидите. Что сейчас судить и винить кого-то? И тем более у нас нет такого права. Все. И хочу напомнить, что такое суд, когда перед вами вытаскивают христиан, сажают их на колени и перерезают горло, и на весь мир это транслируют. Это называется суд. А то, что я делаю, я исполняю волю Божью. Я рассказываю то, что должно потрясти, затронуть глубину сердца хоть какого-то там строителя, пожарника, который в следующий раз, прежде чем тянуть свою грязную лапу за взяткой, подумает, а стоит? А стоит? Эти жертвы его не научат. Но то, что откинет это на 20 веков назад, это точно воровство. Восьмая заповедь. Восьмая заповедь. То, что первые две нарушают прямо в церквях, это одно из них, однозначно. Но восьмая заповедь, это вот человеческая, которая просто должна в голове засесть. Восьмая заповедь. Не кради. Насколько в моих, вот я читаю Библию, насколько Господь Бог, вот Он ведёт и всё вот чётко идёт. Если вы читаете, изучаете проникновенно, то вы видите, как это всё исполняется. Ну просто вот возьмите, откройте второзаконие, это в Старом Завете, главу 27, стих 25, прочитайте. «Проклят, кто берёт подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет Аминь». Вот те, кто уже взял на лапу за то, когда сдавал это здание в ненадлежащем состоянии, вот тогда они уже получили своё проклятие. Так написано. А весь народ скажет Аминь. Вот так это всё. Будьте благословенны вы, ваши близкие. Подумайте то, о чём я говорила. И, пожалуйста, не выходите из дома, пока не обратитесь к Богу. И не прочитайте, если вы не знаете, как молиться, прочитайте 90-е псалмы хотя бы. И благословите своего ребёнка перед школой. Потому что мы живём в такое время, мы живём, все страны бывшего Советского Союза настолько небезопасны, что это просто... И не знаешь, где край, где конец, край. Когда это закончится, тоже не знаешь. Я люблю вас. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok